Британские власти после того, как член парламента Джо Кокс умерла в больнице от полученных утром огнестрельных и ножевых ранений. 41-летняя представительница Лейборийской партии стала жертвой нападения в ходе встречи с избирателями. Это произошло в городе Бирстол на севере Англии. В критическом состоянии ее доставили в клинику. Врачи более часа безуспешно боролись за ее жизнь. 52-летний нападавший был задержан. По данным британской прессы, его имя Томми Мэйр. О мотивах пока официально не сообщается. Однако свидетели атаки утверждают, что мужчина в момент нападения выкрикивал «Britain first» первым делом Британии. Это лозунг противников приема Великобритании сирийских беженцев. А Лейборийская партия, как известно, выступает за размещение переселенцев с Ближнего Востока на территории Туманного Альбиона. В связи с гибелью Джо Кокс к нации обратился премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он объявил о временном прекращении агитации перед референдумом о выходе из Евросоюза. Голосование, напомню, состоится 23 июня. Как долго продлится мораторий на агитацию, Кэмерон не уточнил. Это ужасающая и трагичная новость. Все мои мысли сейчас о муже Джо Брэндоне, ее двух детях и всем семействе. Мы потеряли настоящую звезду. Она была блестящим членом парламента, страстным политиком с огромным сердцем. Люди будут очень и очень опечалены этой ужасной новостью. Думаю, правильно, что мы приостанавливаем политические кампании, связанные с грядущим референдумом. Продолжение следует...